Я всех приветствую на своем канале Infamati Infam и с вами Лена. И я продолжу тему «Мой интерьер». У меня когда-то было такое вот теговое видео. Хотя сегодня пойдет речь совсем не о интерьере, а о посуде, которая также, каждая тарелка является неким объектом искусства. Еще и каким, потому что все это расписано вручную, делано мастерами, и это просто необыкновенная красота. Пару слов перед тем, как я вообще продвинусь к посуде. Хотела бы сказать, что я не отношусь к тому типу людей, которые, вот у них должен быть сервис, где все-все-все одинаково, и вот надо подбирать, что когда придут гости, у них были одинаковые там тарелки и так далее и тому подобное. Я отношусь больше к тем, которые поступают как японцы. У меня несколько разных тарелок, очень много также японской посуды. И мне нравится, что каждый день я могу по настроению выбирать себе посуду. Так же, как и макияж, то есть по какой-то цветовой гамме, по настроению. И дело в том, что посуда, сам сервис, это действительно какой-то предмет искусства, который прям ваш день превращает во что-то необыкновенное. И с утра мне нравится завтракать из просто красивейшей посуды, и чтобы каждый день она была разная. Поэтому я вам покажу кое-какие предметы. И у меня будет как французский сервис один, и остальное будет уже Япония. Так же покажу несколько чашек. Хорошая посуда, конечно же, стоит денег, это понятное дело, поэтому мы, допустим, какое-то время экономим и покупаем вот несколько тарелок. Японская посуда, это ручная роспись, это ручная работа, и, конечно же, она стоит своих денег, потому что мастера тоже должны что-то получать за свою работу. Первый сервис хотел бы я показать, это был мамин подарок, и поэтому там больше предметов, и это сервис французский, и очень здесь красиво сделано. Хочу, покажу вам, допустим, здесь чашка и блюдце. Это чашка маленькая, она для эспрессо, мы в основном любим пить эспрессо или эспрессо в макьянду, то есть с чуть-чуть пенкой. И я предвиду, чтобы вам показать просто этот необыкновенный принт, этот узор. Здесь, если вы увидите, два белых оттенка, с самого фарфора и потом этого узора. Некий напоминающий арт-деко арнуво, очень смотрится это нежно, красиво, и вы знаете, что я большая просто отклонница стиля арнуво, поэтому мне действительно очень-очень приятно, и у нас есть и чайник, и также тарелки. Очень это, конечно, просто безумно красиво смотрится. Им очень-очень много лет, и это еще чешский, очень тонкий-тонкий фарфор, такие вот цветы милые, такие вот некие бабушкины чашечки. Мы из них обычно пьем чай зеленый, смотрится, конечно, просто, я не знаю, каждый раз радуется глаз, настолько тонкая работа. Ну и в стиле бабушкиных чашек у нас еще есть вот этот рот, оправленный золотом, их тоже у нас несколько штук, эспрессо, и можно, как бы, вот так мы и гостям можем эспрессо подать. И это Бавария, если я не ошибаюсь, да, Германия, Бавария, сделанная здесь, в Германии. Вот, ну и в теговом видео мой интерьер показал две чашки, которые нам подарила мама. Одна головой птичка для моего мужа, и одна с розовой. Здесь очень интересные принты, такой вот английский стиль, не знаю, просто их обожаю. Ну и следующее, что я вам покажу, это будут вот такие вот чашки, которые нам также достались от моей мамы на Рождество. Такой интересный, красивый принт, это Англия от Лаура Эшли. Там в магазине обычно у них отдел есть с одеждой и отдел для дома, где просто невыкновенно красивая мебель, занавески, всякие предметы интерьера, и, конечно, все посуда. Ну, и я потихоньку передвинусь к Японии, покажу вам с сердцами наш первый мини-сервис, потому что у нас на самом деле две большие тарелки, которые для суши, я сейчас вам покажу, потом вот две чашки, и чумблюдце такой маленькой для соуса васаби. В общем-то, вот такой вот интересный, красивый принт. Здесь вот такая вот глазурь. Тоже для зеленого чая. И сами тарелки, которые предназначены для суши, но, вы знаете, мы очень редко кушаем суши, поэтому в эти тарелки можно подать что угодно. Мы обычно кушаем французские сыры из них, или я делаю каждому из нас салат, посыпаю, да, чем-то сверху, и можно для салата, для чего угодно. Посмотрите, какая красота, это просто необыкновенно. И в этом магазине мы еще купили наши последние тарелки, это тоже необыкновенно красиво. Цветущая сакура, вот посмотрите, сколько это нежно, это не просто, не передать словами какая-то работа, тоже ручная работа, все это, роспись. И здесь белые цветочки и розовые. И розовые, они, кстати, шершавые. То есть вот это покрыто глазурью, а вот эти вот они все шершавые. Здесь тоже подпись. Это вот из такого, уже даже не важно, что ты кушаешь, по-моему, когда из такой посуды ешь. Вот, и такая вот еще маленькая тарелочка, это для того, чтобы смешивать соевый соус и васаби. И видите, вот какая вот форма. Здесь углубление. Здесь цветы расцветают на темном фоне. Следующие тарелки, они немножко другого стиля. Да, уже тема принта. Какая-то тоже японский. И здесь интересно, кстати, вот так, когда их трогаешь, тоже вот чувствуется между белым и синим переход. Вот и здесь, видите, вот обрамлено вот таким вот желтым. Также мы купили вот такие вот ложечки для супа, тоже японские. Веселенькие тоже принты. Слово же я очень люблю разные принты. И японцы в этом просто мастера. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Если да, то ставьте пальчики вверх. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. И я говорю вам до следующей встречи в новых видео. Всех целую, всем пока.